И всем привет ребят, с мистер лайк и всю записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике. Сегодня у нас четверг, 5 часов вечера. Ну и сегодня у нас тот самый день, когда выходят анонсы в нашей замечательной игре. Если вам понравятся подобного рода видеоролики, то обязательно не забывайте поддерживать их лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте про розыгрыш, итоги которого будет уже на этих выходных, на 2 миллиона кристаллов, на 30 тысяч танкоинов. Прямо сейчас проходит розыгрыш по моему личному тегу создателя контента, который можно найти в настройках игры в аккаунтике, устанавливайте его, устанавливайте мою вкуснейшую тимпешечку, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же сегодня мы обсудим вместе с вами? Что же интересного у нас появилось в игре? Я был уверен практически на 100% что сегодня у нас будет анонс дня рождения ТО и то что уже с завтрашнего дня у нас стартует праздник, но разработчики решили не выкатывать праздник от слова совсем. И у нас с завтрашнего дня стартует, можно сказать, дефолтный ультра уикенд, третий ультра уикенд подряд, только уже с названием разогрев. То есть у нас есть уже информация о том, что давайте разогреемся перед самой крутой вечеринкой года, то есть перед день рождения ТО. Но на этой неделе день рождения ТО нету и как минимум еще одна неделя в нашей игре пройдет без лучшего праздника нашей игры. Что же у нас появляется на этот разогрев? Специальный режим, гонка вооружений. На картах Кунгур, Жаворонки и Берлин. Каждые три фрага меняется пушка, корпус Викинг, улучшений нету, вооружения одинаковые. Дальше специальные предложения за 2 200 танкоинов, 5 голдов, 15 кантов обычных, 15 ультра. Мега дорогое предложение. И предложение за 23 тысячи танкоинов с 290 ультра контейнерами. Также в ультра контейнерах появляется новое абсолютно устройство снаряды на ковальне для грома. Пишите, если бы хотели бы завтра уже увидеть это устройство. Может быть даже давайте какую-нибудь вкуснецкую двухсоточку лайкозавров оформим, чтобы я завтра максимально быстро, оперативно с утра уже залил и выложил этот замечательный видеоролик в рамках нашего, ну как бы, теста, обзорчика на это устройство. Потому что я не знаю, как оно работает. Есть ли у нас вообще информация по этому устройству, можем даже быстро сейчас забежать на Википедию. Открыть устройство. Есть ли какая-то инфа у нас. По нему гром. Наковальны называются устройства. Снаряды магнета, миротворец, гиперскоростные, строгая погрузка, адаптивная, нанотек, пульсар. Нет, устройства еще даже информации нет никакой абсолютно на Википедии. Дальше у нас появляется устройство для наизиду подавления. Турмовая кассетка на молот, крупнокалиберная картечь на молот, гелиус, подавляющая лента на вулкан. То есть все устройства из предыдущих ивентов, которые, ну якобы там, не должны были появляться в ближайшее время, уже появляются в этих ультраконтейнерах. Гиперскоростные для грома, миротворец, урановые снаряды для скорпиона, пусковая установка торнадо. И все это дело, я так понимаю, появляется в красном свечении. Безумно большое, огромное количество всяких устройств. Но, 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 самое главное, что нужно понимать из этого всего, то, что это еще не ультраконтейнеры, которые будут на день рождения. Потому что на день рождения у нас будет Viking XT, будут новые устройства на корпуса, да, потому что вчера у нас видос по этому поводу выходил. Если вдруг кто не видел, то ссылочку в описании прикрепляю, посмотрите. Там тоже много очень интересных плюшек, которые будут у нас в ультраконтейнерах. Ну и дальше супермиссионы, с которых в сумме можно заработать 20 ультраконтейнеров, двойные фонды и опыт, мегаголды и праздничное оформление. Не появляется сегодня у нас даже списка обновлений. Не знаю, с чем это связано и почему его нету. Даже можем зайти на английскую, локаль проверить, есть ли там эти патчи. Опа! А на английской у нас патчи есть. А на английской патчи есть. А как это работает? Не понял прикола. Не понял прикола. А что это у нас на английской есть, на русской нету? Ну ладно, ничего страшного. Забыли, как всегда, наверное. Так, смотрим, что там у нас появляется из обновлений. Так, появляется новое устройство на гром. Это устройство... Есть ли перевод у нас страницы? Делаем давайте переводик. Это дополнение работает как дополнение патроны с кувалдой. Но оно также может наносить критический урон даже при уроне с плэшом. Добавлена новая категория миссии. Вступительный бонус. Да. Жига у нас нерфится. Нерфится Жига. Не сильно. Вероятность нанесенного критического урона тоже снижается. Фриз нерфится. Изида нерфится. Потребление энергии без цели уменьшено. Потребление энергии при исцелении уменьшено. Короче, Изида нерфится еще даже жестче. Фриз чутка только нерфится. Жига тоже посильнее с крит уроном нерфится. Васп. Скорость перезарядки в секунду. Чего это? Овердрайва. У нас получается меньше, да? Игроки, которые не заходили в игру как минимум 300 дней подряд получают специальный бонус при входе в игру. Опачки! Надо будет заходить на свой старый аккаунт. Как-то вспомнить пароль. Можно получить вкусный бонус от разрабов. Так, ну и повышаются у нас модули. МК1, МК6. Повышено с подполковника до генерал-лейтенанта. И это значит, что уже на следующих выходных, в следующий четверг, будет анонс ребаланса модулей. Это инфа 100% потому что у нас как раз таки с маршала все это дело появится. Генерал-лейтенант это последняя цепочка до маршала. Соответственно, все это дело уже через одну неделю будет реализовано. Я думаю, что по этому поводу тоже какой-то контент у нас на канале выйдет. В целом, я немножко расстроен, что у нас не появляется день рождения на этих выходных. Но при этом хотя бы есть изменения. Я думал, что нет у нас вообще никаких анонсов, нет изменений по вооружениям. Да, то есть ближнебойки нерфятся. Плюс появляется новое устройство. Ну и плюс добавляется вкуснейший бонус доступа. Не знаю, дополнительный какой-то. Посмотрим, что из этого будет. Все дело на тесте. В последнее время там была показана вещь, просто за которой фармится по одному обычному контейнеру. Плюс за цепочку из 7 дней там можно получить сверху 100 танкоинов. Главное, чтобы у нас ничего не лагало. Главное, чтобы не было никаких додосов. И тогда у нас все будет в этом плане замечательно. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Обязательно прожимайте лайк. Давайте двухсоточку, ребяточки, если набираем, то завтра как раз-таки устройство у нас максимально быстро влетает на обзорчик. Пишите, что думаете. Согласны ли с моей точки зрения, что ждали также до РТО? Ну и не забывайте, конечно же, подписываться на этот замечательный канал. Ну и подписываться на тележечку, ссылочка на которую есть в описании. Весь лайв-контентик плюс информация по стримам всегда залетает туда. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.